Дело в том, что 16-я Бориса в плане рентгенобслуживания и флорофии обслуживает практически большую половину правого берега. Есть Бабушкинский, Жавневый, бывший Шевченковский, Соборный район и рядом прилегающие районы. И потребность в своем аппарате была в том плане, потому что много идет людей, старые аппараты, которые 98-го, 80-го года, очень долго проводить исследование. Цифровой аппарат быстро происходит исследование, врач сразу на компьютере видит, какая есть патология или нет. Если больному необходимо получить сразу информацию, это делается на основании или компьютера, расшифровка, или распечатывается на бумажном носителе. Если надо распечатать на пленке, идет автоматическое распечатывание на пленке или перезвониться на диске или на флешку, то, что больному надо. Мы сегодня приехали в 16-ю городскую больницу для того, чтобы посмотреть, вместе пощупать, потрогать новый длинный аппарат, который приобрели за счет городского бюджета для нужд этого лечебного учреждения, для нужд наших людей. Хотелось бы опять еще раз остановиться то, о чем мы говорили в прошлый раз. В тот момент, когда государство недофинансирует медицинскую отрасль, если у нас нет достаточной субвенции, город подставляет лечебным учреждениям плечо. И хотя мы не обязаны этого делать, мы только на то лечебное учреждение мы находимся сегодня. Мы выделили порядка 20 миллионов гривен, потому что это здоровье, это жизнь наших горожан. Мы проводим, центрируем и все. И потом производим на пульте установку, устанавливаем все. Так что очень удобно, безкассетный, беспроявочный, очень удобно. Мечтали о таком конечности?